Привет, друзья! Меня часто спрашивают в комментах, в личках пишут, какие лучшие приемы для шеи. Ну, много там разных приемов существует для шеи. Самое главное, принцип соблюдайте, не делайте никогда то, что прессуют шею. Ну, например, не закладывайте тяжелый чемодан на высокую полку, чтобы не прессовать шею. Второе. Делайте только то, что приятно, а это значит, например. Например, вот так приятно делать, вот разминать так шею, спокойно, свободно, вот так вот. Одновременно тепло там создается, и вы приятным для себя образом делаете вот так вот. Во-вторых, вот такие движения приятные. Не надо делать прессинги, не надо напрягать шею, вот так выворачивать ее, чтобы хрустела там. Ни в коем случае. Если вы хотите наладить кровоток мозга, венозный отток, если вы хотите, чтобы шея была свободная, волну делайте, отпускайте себя вот так вот, думайте о чем думается. Она сама приходит в порядок, там все позвонки становятся на место. Когда вы выходите по зеленой зоне, то есть делайте то, что вам комфортнее, думайте о чем думается. Это очень просто. И на самом деле, просто не ждите в один момент всех исправлений. Просто время от времени делайте волну, думая о чем думается, переживая о чем переживается, делая как делается, как вам приятнее. И шея становится на место, и налаживается кровоток. И что я еще хочу вам сказать. Почему очень удачная есть находка – это выговаривание. Вот я, например, когда вот думаю о том, как вам что-то сказать, делаю одновременно вот эту волну и выговариваю то, что мне хочется сказать. А в другой раз, человеку хочется выговаривать свои проблемы, свои боли, свои обиды, вопросы, которые над нем висят. Пожалуйста, сами для себя вот так вот, когда делаете то, что вас мучает, выговаривайте. Потому что, когда вы выговариваете на волне, и когда вы делаете это свободно так, как вам нравится, вы разгружаетесь. И шея при этом, условно говоря, становится позвонки на место. Да, улучшается кровоток, все улучшается. Просто не ждите это в этот же самый момент. Время от времени так делайте, и вы заметите, что вы лучше спите, лучше соображаете, лучше все у вас получается. И вопросы, которые не решались, начинают решаться. Это не секундное дело, не в момент. Это вот делайте время от времени, когда у вас есть к этому расположение духа, настроение. Да, и вот почему еще приятная идея была у всех, там переписывали свое время, автописьмо. Автописьмо – это то же самое выговаривание, только на вербальном уровне. Вы там пишите слова, таким образом получается моторика, моторика. И одновременно мыслью «думайте, о чем думается», то есть не думайте, как правильно писать, не думайте ошибки это или не ошибки, пускайте мысль на самотек в выговаривании и в автописьме. И вот я сейчас пишу вот этот вот фантастический, научно-фантастический рассказ о том, как мы встречаемся, идя друг к другу навстречу с человеком, который самый главный по цифровизации, который этим занимается, который это создает. Вот, и я, который занимаюсь тем, чтобы как раз-таки нас не расчеловечивали, как раз-таки, чтобы люди были бы не посчитанные, не зациферизированные. Но я понимаю, что цифровизация весь-то с одной стороны полезная, потому что это же инструмент, ее можно как полезно применять, так и вредно применять. И вот я пишу этот рассказ, и вот сейчас выговариваюсь. И для того, чтобы написать этот рассказ, я как раз-таки пользуюсь моментом. Я вам выговариваюсь о том, что я пишу рассказ, при этом я делаю это на волне. Видите, я все соединяю, все в одном. Получается синергетический эффект. Вы получаете пользу, кто хочет, от того, что я говорю, что автописьмо и выговаривание построено на одних и тех же принципах. И поэтому в удобный для вас момент вы можете использовать выписывание, выписывание, то, что у вас в голове, все свои жалобы, думать не о том, как вы правильно пишете, а пишите то, что в голову приходит. И через это вы заметите, что вы стали спокойнее. То же самое выговаривание. Видите, какая полезность. Да, кто-то ведь этого вообще не связывал между собой, автописьмо и выговаривание. Потому что автописьмо в одной области лежит, а выговаривание в другой области лежит. А есть еще третья область, психоанализ. А теперь я вам говорю, что на самом деле в психоанализе лежит выговаривание. Да-да, когда у вас психоаналитик наводит на больной вопрос, который вас гложет, который у вас болит, а то, что у кого болит, тот о том и говорит. И как только луч внимание наведен на вашу больную тему, у вас поток речи. Вы выговариваетесь, 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 и потом чувствуете, что вас отпустило и становится хорошо. Вот видите, как интересно, да? Все в мире взаимосвязано. Все в мире взаимосвязано. А теперь очень интересный вопрос. Вот я где-то читал, что один человек говорит, что если он в лесу заблудился и говорит ау, 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 то он на самом-то деле говорит аум, аум, аум. А аум – это как раз какие-то вибрации древнеиндийские, там еще писали древнеиндийские философии, что аум, аум, аум – вибрации, вибрации, И поэтому он, как бы, потом выходит из леса, если он заблудился. Ну, то есть вибрации совпали, так сказать. Ну, давайте подумаем вместе. Что здесь происходит? По моему мнению, здесь, когда он говорит ау, 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 а если вместо того, чтобы ау, 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 ау приводит к тому, что в конце концов у него есть надежда, в конце концов он ау, и вместе с этим получается вибрация. На самом деле, когда вибрация ау, то на самом деле он успокаивается. Вот в чём дело. Он успокаивается, а когда он успокаивается, как состояние заблудился в лесу выйти на дорожку, и как мы, когда решаем какой-то вопрос и не можем его решить, потому что мы находимся в заблуждениях. И как оттуда выйти? И там говорят, сегодня очень модно квантовый переход, выйти на уровни вибрации, высокие вибрации, это положительные эмоции. Конечно, если вы суетитесь и пытаетесь суете решить вопрос, например, даже найти ключ, который вы куда-то положили, а вот успокоились и вспомнили. Так вот же о чём дело. Вот эти все вибрации, все вибрации, это на самом деле помогающие нам синхронизации, наши действия, которые нас приводят в состояние освобождённости от тревоги, паники, страхов в самим себе, а там у нас подсознательные мироощущения, очень большое, память у нас большая, и мы сразу вспомнили, куда ключ положили, и нашли, и как из леса выйти. Да, а ещё в одном каком-то видео я видел, что вот, допустим, там стреляют, 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 а вот в каком-то окопе сидят люди и молятся. Да, и в них не попадает. Ну да, интересно. Да, ну это, наверное, те, которые, ну говорят, что у них авра какая-то там возникает, и поэтому пули летят мимо. Вот во всех попадают, а в них нет. Ну или, например, дом стоит, дом стоит, землетрясение, 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 все дома разбились, а этот дом не разбился. Ну, большой дом, там тысячу человек. Вот все дома, все попадали от землетрясения, а этот дом не попадал. И говорят так. Потому что там жили люди, которые думали позитивно. А вот во всех остальных домах, они все пугались, а здесь думали позитивно. И может такое быть, что землетрясение не затронуло тот дом, где люди думали позитивно, а там, где люди думали негативно, все затронули, и все попадали. Ну, друзья, логика-то где? Ну что, они в этом доме, тысяча человек, все позитивно думали, что ли? Кто-то думал позитивно, кто-то не позитивно. Правда же? Послушайте. Вот такие разные объяснения, которые сами себе люди надумывают. Да, давайте мы подумаем о другом. Конечно, свет надежды, свет надежды, вера, надежда, любовь. Помогает всякому. В сложных ситуациях найти любое решение, которое без надежды он найти не может. Но для того, чтобы у вас появился свет надежды, надо не выйти вот штучки верить, такие вот надуманные, а надо действительно научиться разминать шейку, разминать ушки, чтобы кровоснабжение мозга было нормальное, чтобы в клеточки мозга больше кислорода попадало. Тогда снимается тревожность, тогда снимаются спазмы, спазмы снимаются. Делайте массажик. И вот там, когда говорят, в чем сила, брат? Помните фильм? Сила в правде. Да, в чем сила, брат, здесь? Ну, в правде, конечно. В правде. Поэтому наша школа и занимается объяснением некоторых феноменов, объяснением некоторых механизмов. Опять недавно написали. А я, когда была молодая, мы по углям горящим бегали и не обжигались. И нас тетенька учила, и я сама на себе убедилась. Слушайте, я сто раз уже объяснял. Дети бегают по уголькам, не обжигаются, при условии, при условии, что на отдельный уголек нажимать нельзя. И второе, и на стеклах прыгают, танцуют. Я же показывал видео. Ко мне специально Анастасия Крамер проезжала из Краснодара, которая там водит хороводы, психолог, участник нашей школы. И мы с ней показывали. Бутылки разбили здесь вот. И она на них прыгала, танцевала, потому что я объяснил механизм. На отдельное стеклошко нельзя наступать, иначе порежешься. И надо так их разбить и так расположить, чтобы была кучка. А кучка принимает форму. И прыгай сколько хочешь. Ну, сколько можно одно и то же говорить. И вот до сих пор у нас в 20 веке, в 21 веке все равно находятся люди, которые верят, например, в то, что существует бесконтактный бой. На то, что можно вот так сделать по воздуху. И здесь вот на расстоянии 5 метров человек рухнет. Или даже за стенкой. Верит, верит на самом деле. Я тоже в это вовсю верил. Я верил в кожное зрение, что можно без помощи глаз видеть и читать газету. Я могу вас научить за 5 минут. Будете душой вечером в любом доме. Я тоже вовсю это верил. Понимаете? Нам надо глаза. Не закрывайте, а открывайте. Нам надо понимать, а не просто верить. Ну, верьте вы, что хотите. Конечно, это ваше дело. Друзья, ну, сила в правде. А правда в махровом полотенце. Растирайте себе шею. Да. И одновременно она прогревается в этот момент. И одновременно вы делаете повторяемые движения. А в следующий раз одними этими движениями, без всякого полотенца, когда вы делаете так, у вас тоже там происходит снятие лишнего напряжения. Потому что вырабатываются рефлексы. И уже движения сами по себе, когда вы в ритм этот входите и в этот момент делаете вот так, вот такое ощущение появляется, как будто там действительно махровое полотенце. Таким образом, из-за реальных действий можно потом их имитировать, то есть моделировать и получать похожие эффекты, когда нет рядом махрового полотенца. Для шеи очень полезно то же самое разминать вот так, вот так, вот, вот так. Делайте только то, что вам приятно. Вон, нашёл точку, больно. Разомни немножечко. Без фанатизма, спокойно. Видите, как я перехожу из написания рассказа «Почему у тебя в рай попасть не может?» фантастического рассказа. Я перехожу через автописьмо, через выговаривание, в чём сила, брат, перехожу к тому, как делать массажики. Ну, потому что кто-то хочет сидеть, смотрит, слушает, и вдруг понимает, вспоминает, и ему помогает. И потом он сам возьмёт, подберёт себе действия, которые ему приятные, и не будет перенапрягать шею, и не будет вызывать нам дополнительные вот эти спазмические явления, перекруты всякие. А если спина болит, у нас есть вес вперёд, вес назад, наклон вниз, где вы просто выбираете ту позицию, которая вам нравится. Если болит спина, просто делайте одну из них, из этих позиций, наклон вниз. Ну, если вы так сделаете, как вам приятнее, в том положении, в котором вам приятнее, в котором вы находитесь, и нет никакой боли, нашли такое положение, 10-15 секунд там побыли, и несколько раз в день в удобном для вас положении побыть. То есть, если вы ищете действия, которые вам максимально комфортны, через несколько дней спина меньше болит, и перестаёте её замечать. Да? До встречи, друзья. Пишите комменты. Пишите комменты.